Генеральный директор авиакомпании С-7 Владислав Филёв выкупил контрольный пакет акций, обанкротившейся авиакомпанией ТрансАйро. Напомним, решение о банкротстве ТрансАйро, накопившей 250 миллиардов рублей долгов, было принято на правительственном совещании еще 1 октября. Во сколько обошлась сделка с передачей не менее 51% акций, участники не раскрыли. Однако отметили, что она существенно больше 1 рубля и удовлетворит все стороны. Далее к другим новостям в три строки. В Дальневосточном федеральном округе исследовали доступность медицины. Амурская область в списке рейтинга занимает 5 место из 7, уступив Чукотской, Еврейским, Автономным округам и Сахалинской области. Основным показателем доступности и ее оценки было число больничных коек в стационарных медицинских учреждениях в расчете на 10 тысяч населения. Дополнительный критерий – количество врачей всех специальностей на тот же расчет населения. На реке Алекума продолжают искать двух жителей Амурской области. Несмотря на то, что с наступлением холодов поиски значительно осложнились, тем не менее они не прекращаются. Напомним, рыбаки двое мужчин выпали из лодки во время сплава еще 25 сентября. Всего с начала поисковых работ обследовано 809 километров береговой линии лесного массива и акватории реки, в том числе 235 километров с помощью авиации. Мужчины так и не были найдены. Туристы, желающие попасть на космодром «Восточный», смогут это сделать только после завершения всех строительных работ и создания необходимой инфраструктуры для приема, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической структуры. Сейчас все туристические поездки ограничиваются только посещением Углегорска и Музея космонавтики города. Ольга Мироненко, Амурская служба новостей.